МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее об этих и других новостях более подробно в студии новостей Джолдош Исаков. Здравствуйте. Спасатели МЧС, работники предприятия Кумтор, кинологи, а теперь и альпинисты продолжают поиск пропавших сотрудников на месте оползня, сошедшего обвала на руднике. Для координации работ сформирован штаб под руководством замминистра чрезвычайных ситуаций Ахматова. С помощью техники, а это почти 20 разных машин и экскаваторов, спасатели пытаются добраться до места, где, как предполагается, могут быть пропавшие. Однако земляная масса слишком большая, по полкилометра в высоту, длину и ширину. В профсоюзе горняков уже потребовали провести два расследования. Первое, как несчастного случая на производстве, и второе, по технической причине ЧП. На данный момент происшествие зарегистрировано по статье о нарушении правил работ в горной местности. Сегодня уже третий день поиска. Вдвое мужчин 35 и 47 лет. Сотрудники золотодобывающей компании «Центераголд» скорее всего оказались под оползнем. Они работали в ночную смену, когда рано утром в минувшее воскресенье поступил сигнал о сходе оползня в долине ручья Лысый. Там случился обвал породы. Всем работникам необходимо было эвакуироваться. По одной из версий, Омурбек Ишинбаев, мастер горного отдела предприятия, услышав тревожное сообщение, попытался покинуть опасный участок на служебном пикапе «Форд». А вместе с тем захватить своего коллегу, Джолдушбека Джунусова, который работал машинистом-вульдозера. Однако до места сбора они оба тем утром так и не добрались. 1 декабря 2019 года в 5.43 утра на руднике «Кумтор» произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. После чего компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила все горные работы. О произошедшем происшествии компании сразу были поставлены в известность все надзорные государственные органы и семьи пропавших сотрудников. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются. Открытые горные работы временно приостановлены и обновляется план горных работ. В тот же день компания начала поиски пропавших сотрудников. Накануне к розыску подключились и спасатели МЧС. На месте работают около 20 единиц техники, автомобили и экскаваторы. Задействованы кинологи и альпинисты. Почти сотня спасателей, родные, для которых тяжело оставаться в неведении и при этом терять надежду, прибыли на место, чтобы лично принять участие в поиске. А уже сегодня для проведения поисковых работ на Руднике создан специальный межведомственный штаб, которым руководит заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов. Кроме того, в составе поисковой группы представители госэкотехинспекции, комитетов недропользования, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, администрация ДжТУ Гузского района и, собственно, руководство золотодобывающего предприятия. Однако пока добраться до места, где, предположительно, могут быть пропавшие, все еще никому не удается. Мешают погодные условия и объем земляной массы. Все соответствующие полномочные органы выполняют свои функции. Экотехинспекция на сегодняшний день провела разведку местности. Установили приборы на наиболее опасные места дополнительного схода горных отфалов. Охрана окружающей среды в день три раза снимает все анализы и представляет соответствующие информации. До приблизительного нахождения потерпевших пока нам не удается дойти, в связи с тем, что очень много масс горных отфалов. К выяснению всех обстоятельств инцидента подключились и представители профсоюза горняков. Они уже встретились с работниками золотодобывающего предприятия, которые сообщили, что об опасностях на этом участке известно было давно, в том числе и руководству компании. Гора, где случился обвал, имеет свойство двигаться. В норме на 25 метров. В этот раз норма была превышена в 2,5 раза. Сейчас рано делать какие-либо выводы о причинах трагедии. На все вопросы теперь должны ответить в госэкотехинспекции. И только после их заключения можно будет что-то утверждать. Но мы разговаривали с сотрудниками. Они сказали, что не раз предупреждали руководство о том, что на этом участке становится опасно работать. Главное для нас сейчас выяснить, как было на самом деле. И если есть чья-то вина в произошедшем, сделать все возможное, чтобы этим людям не удалось свалить ее на пропавших рабочих. Проигнорировали информацию о возможных угрозах и наши чиновники. Несколько лет назад деятельность Центера Голд проверяла специально созданная комиссия. Изучали ее представители в том числе и способы, которые компания применяет для разработки рудника. Тогда же было рекомендовано на определенной части месторождения перестать вести разработку открытым способом. Когда горную породу попросту взрывают. Вместо этого перейти к шахтовому методу. Однако он был признан нерентабельным и даже опасным. Почва на отдельных участках рудника вследствие постоянных взрывов стала рыхлой. Что, собственно, и могло привести к завалам тоннелей. Еще в 2013 и 2017 годах мы изучали там все. Наша комиссия проводила работу на руднике. Тогда мы выявили, что земля там слишком рыхлая и проводить работы опасно. Мы документально зафиксировали все наши наблюдения и дали отчеты в правительство и Джигуркукинеш. Однако никакой реакции на это до сих пор не последовало. А теперь случилась такая трагедия. Если бы тогда на наше предупреждение отреагировали и госэкотехинспекция запретила бы разработку на этом участке, всего этого можно было бы не допустить. Активисты и члены профсоюзного комитета уже заявили о том, что по факту инцидента правоохранители обязаны провести два расследования и установить, было ли это несчастным случаем или пренебрежением правилами техники безопасности. Со стороны же органов внутренних дел Детовского района проводится досудебное производство по кодексу о проступках в соответствии со статьей о нарушении работ на горном местности. По обнаружению тела будут назначены экспертизы. Если экспертизы покажут, что было нарушение, то данный факт может быть переквалифицирован из поступков к уголовной ответственности. На сегодняшний день Кумтор признан самым крупным предприятием в стране. На его долю приходится почти 10% всего объема ВВП Кыргызстана и более 20% в промышленном секторе. Это не первое ЧП на объекте. С момента начала работ на месторождении их произошло с десяток. При различных обстоятельствах на производстве погибло по меньшей мере 18 сотрудников. Сабина Дамаскина, Урматман Виталиев, НТС. В минувшие сутки не обошлось и без пожаров. На Уртусайском рынке в Бишкеке загорелся магазин. Пожар сняли на видео очевидцы и местные жители. На территории рынка полыхала крыша. К счастью, ЧП произошло в ночное время, так что на территории базара не было посетителей. В МЧС сообщили, что огнем уничтожено 100 квадратов кровли магазина. А вот в другом пожаре пострадавшие есть. Два пожарных расчета. Накануне тушили две квартиры в двухэтажном доме по улице Стаханово. Двое получили ожоги третьей степени. Еще один взрослый и двое детей. Трех и семи лет отравились угарным газом. Всего за минувшие сутки в Кыргызстане произошло 19 пожаров. Семь человек погибли в ДТП в Казахстане. Пассажирский автобус перевернулся сегодня в полшестого утра на 85-м километре трассы Казаларда-Кумколь. В нем ехали 35 пассажиров. По предварительным данным водитель не справился с управлением на скользкой дороге и автобус перевернулся. Семеро погибли, 14 человек пострадали. На месте аварии организован оперативный штаб. Напомним, подобная авария случилась 1 декабря в Забайкальском крае в России. Рейсовый автобус Третенск-Чита вылетел с моста и упал в реку Куенга. В результате аварии погибли 15 человек. Допросы в рамках уголовного дела по итогам расследования журналистов Азатыка и Клопа о выводе миллионов из Кыргызстана продолжаются. Сегодня к силовикам был приглашен депутат Джекурку Кенеша Алтынбек Слайманов. Это по его инициативе в парламенте была создана комиссия по изучению обстоятельств убийств в Саймаите. Из ее состава парламентарий, правда, вышел. Накануне на вопросы чекистов отвечал его коллега Дышан Туракулов. Подробности в интересах следствия не разглашаются. А уже в скором времени в ГКНБ должен прийти премьер-министр Гыргызстана Мухаммед Калы Аблгазиев. Всего в списке тех, кого силовики намерены допросить, указано 35 человек. Следствие перешло в активную фазу. В ГКНБ приглашаются все лица, которые упоминались в расследовании Азаттыка. В списке 35 человек. Среди тех, кого ждут в комитете, указаны журналисты, депутаты, как действующие, так и бывшие, гражданские активисты и сам премьер-министр. В настоящее время продолжается досудебное производство. В рамках досудебного производства приглашаем всех граждан, обладающих сведениями о коррупционных схемах в таможенных органах и причастных должностных лиц для дачи официальных показаний. А также просим предоставить все имеющиеся материалы по данному факту. Первыми в ГКНБ были приглашены авторы того самого расследования журналиста Азаттыка Али Тактаконов и Идрыс Исаков. Но в Кыргызстане их не оказалось. Али Тактаконов, сообщили, в Азаттыке работает в головном офисе в Праге. Туда же и командирован Идрыс Исаков. Пробудет он там до февраля 2020 года. Но, как заверило руководство медиаресурса, журналисты и они в том числе готовы к сотрудничеству. И ответят при надобности на все вопросы по видеосвязи. Более-менее допросить силовикам накануне удалось депутат Эдущенко Рокулова. Провел он на допросе с двух часов дня до поздней ночи. О чем говорили, правда, выяснить не удалось. Парламентарий недоступен. Но, похоже, силовикам было о чем спросить. Взять хотя бы историю той самой фотографии, которая была опубликована в соцсетях после убийства Саймаити. По некоторым данным, фото сделано в Чайхане, в Аше, когда неизвестно. О том, что они были знакомы, парламентарий не скрывал. Не помню, когда было сделано это фото. Возможно, в 2013-2014 годах. Я достаточно хорошо знал Саймаити. Я тогда работал на рынке Карасу. Там работает много китайцев и угуров. Я знал Саймаити и 90% угуров, которые там работали. Сегодня со многими из них у меня хорошие отношения. Иногда встречаемся, пьем чай. Фото в Саймаити было с одной из таких встреч. Но у меня не было общих дел в Саймаити. Послушать в ГКНБ решили и его коллегу, лидера фракции Бирбола Алтымбека Сулайманова. На допрос он пришел сегодня. Это по его инициативе была создана депутатская комиссия по расследованию деятельности и убийству Саймаити. Но из ее состава нардеп вышел буквально сразу же после ее создания. Как потом объяснить депутат, чтобы в обществе не возникло подозрений. Он, кстати, также был знаком с убитым предпринимателем. На многие вопросы ответить очевидно сможет и бывший депутат Джогур Кокенеша Ширина Айтматова. Ранее она презентовала итоги собственного расследования. Шестиминутное, в свойственной ей манере. С видеофайлами и фотографиями, которые доказывают тесную связь убитого предпринимателя Саймаити с бывшим генконсулом в Стамбуле Эркином Супоковым. Повестку еще не получила, но к допросу готовлюсь, рассказала бывший депутат. Я думаю, что если им интересно то, что мы нашли, это было все в открытом доступе, в интернете. Никаких там каких-то дополнительных источников информации не было. Я могу им показать, если у них есть интернет, все то же самое, что они сами могли бы и найти в соцсетях. В целях обеспечения открытого, всестороннего и объективного расследования, как отметили в ГКНБ, будут допрошены также члены рабочей группы по проведению инаугурации президента. Фарид Ниязов, управляющий делами президента и правительства Турдуназир Бекбоев и лично премьер-министр Мухаммед Калыя Балгазиев. Премьер-министр Абалгазиев пока не получал повесток на допрос от следственных органов в рамках досудельного производства по фактам, изложенным в журналистском расследовании радио «Азатык». Глава правительства с самого начала выступает за тщательное и всестороннее расследование по этому делу, чего и требует от правоохранительных органов. И, конечно же, Мухаммед Калыя Балгазиев при необходимости готов ответить на все интересующие следствия и вопросы. Отметим, что межведомственная следственная группа по материалам журналистского расследования проводит досудебное производство по статье «Покушение на убийство». Ход судебного производства взят на контроль генпрокуратурой. Сменился судья, теперь начнут все сначала. Судебное разбирательство в отношении экс-вице-премьер-министра Душенбека Зилалиева. Как сообщила адвоката-экс-чиновника, которого обвиняют в незаконном обогащении, раненее на слушаниях, председательствовал Алмаз Койлубаев. Теперь его перевели в Чуйский областной суд. Назначен новый судья Аделбек Исенбаев. А значит, дело начнут рассматривать по новой, вплоть до показаний свидетелей. Год назад, напомним, Госкомитет нацбезопасности обнаружил у бывшего главы Госкомитета промышленности и недропользования Зилалиева незадекларированные дома, квартиры и крупные суммы в банках. Если в отношении экс-чиновника уголовное дело возбудили в Кыргызстане, то его супруга проходит подозреваемый по делу о незаконном отмывании денег в Латвии. Очередная акция протеста против порочных судей прошла сегодня в Бешкеке. В этот раз возмущенные кыргызстанцы собрались у здания Джигуркукинеша. Примерно человек 20. А это значит, что 20 историй было связано сегодня с решениями служителей Фемиды. Многие из них прибыли в столицу из разных регионов страны. Но всех их объединило одно требование. Каждый выступил за реформирование судебной системы. Не будет изменений. Акции протеста продолжатся, заверили ее участники. Бессрочная акция граждан, которые не дождались справедливости от представителей Фемиды. Митинг против такого судейства сегодня прошел в Бешкеке. Все, кто здесь сегодня собрался, все мы недовольны решениями судей. Мы проводим акцию уже в третий раз. Одна из участниц протеста, Анара Бусурманова, приехала из Токтагула. Специально для того, чтобы рассказать свою историю. Два года назад ее 23-летнего сына жестоко избили до смерти и закопали его тело в горах. Трое мужчин. По ее словам, подозреваемые в убийстве приходятся друг другу близкими родственниками. На их одежде были обнаружены следы крови. И не только. В рамках следствия были обнаружены и другие доказательства. Но несмотря на это, продолжает Анара Бусурманова, подозреваемые до сих пор на свободе. И куда только не обращалась убитая горем мать в поисках справедливости. Сегодня вот добралась до Бешкека. Эти ребята занимались воровством. Похищали скот. Качуя с одного района в другой, с одной области в другую. Они воровали коров, лошадей уводили. Мой сын проживал на ферме. И он увидел их, как они совершали преступление. Поэтому они его убили. Причем убили с особой жестокостью. Есть экспертиза, показания специалистов. Но следователи, не доведя до конца свое дело, отправляя дело в суд. Это был сговор с судьями. Я уверена, тут коррупция налицо. Недовольна вердиктом судей и жительница города Бешкека Урунбю Маматова. В течение 9 лет она судится за земельный участок, который купила на заработанный честным трудом деньги. Много лет женщина в России продавала вещи. Собирала каждую копейку. И, наконец, накопив 125 тысяч долларов, купила в Кыргызстане 60 соток. Но радоваться ей пришлось недолго. Вскоре Урунбю Маматова выяснила, что земля была в залоге. Судьи, несмотря на то, что у женщины были все документы, свидетельствующие о купле-продаже участка, вынесли решение в пользу предыдущего владельца земли. Так женщина осталась без денег и участка. Землю, которая была выставлена под залог, они оформляют на супруга адвоката. И продают мне. Притом специалисты ГРС спокойно оформляют эту сделку. Вот уже 9 лет, как я ищу справедливости. За 10 годов не было изменений в судебной системе. А сколько денег ушло на услуги адвокатов. Такое ощущение, что я сама уже работаю в правовой системе и на полставке. Куда я только не обращалась. Я думаю, что ломбард этот вот на мои 125 тысяч долларов ведет бизнес. Получает проценты на эти проценты и оплачивает работу судей. В митинге сегодня принимали участие около 20 человек. Их основное требование было одно – реформа судебной системы. Как говорится, кто платит, тот и танцует. Судьи принимают решения в пользу тех, кто платит им. И причем деньги немалые. Нет справедливости. Как вы видите, у каждого участника сегодняшней акции на руках плакаты. Нет ли доказательства? А сколько случаев было, когда в отношении самих судей возбуждали уголовные дела за вынесение неправомерных решений, а за то, что они способствуют побегу виновных. Но ворон ворону глаз не выклюет. В интересах народа они не выносят решения. Кто будет верить тем, кто помог сбежать виновным? Все эти люди не хотят расходиться до тех пор, пока не будет создана независимая комиссия. Это не первая акция протеста против порочных судей. И пока не накажут выносящих неправомерные решения служителей Фемиды, митинги продолжатся, заверили его участники. Эльнурбек Пасарова, Каирджа Илюбекова, Нурбек Капаров, НТС. Способ не платить по штрафам за нарушение ПДД, а может и для того, чтобы скрыться при более серьезном преступлении. В милиции предлагают ужесточить денежные взыскания за подложные автономера с 10 до 30 тысяч сомов. Машин с непринадлежащими им госзнаками выявляют все больше 800 случаев с начала года. Одно дело, когда номера не существуют совсем. Комплексы фото и видеофиксации сразу это определят. Другое дело, когда номер в базе ГРС имеется. Только выдан он был на совсем другую машину. Либо она уже на свалке, либо номер с нее украли. С начала этого года на дорогах Кыргызстана было задержано уже около 800 автомашин с подложными и поддельными номерными знаками. Явление грозит приобрести массовый характер. Чтобы как-то сдержать процесс, ГОБДД предлагает повысить штрафы за это правонарушение до 30 тысяч сомов. А если выяснится, что номер был изготовлен самим правонарушителем, сумма штрафа увеличится вдвое. Подавляющее большинство случаев, когда было выявлено, что на авто установлены непринадлежащие ему номерные знаки, регистрируются в Бишкеке и Чуйской области. Как говорят в ГОБДД, завод по производству старых номеров в Бишкеке был переоборудован. И изготовить старого типа знаки в Кыргызстане сейчас просто не на чем. Поддельные номера в основном заказывают в России. Отличить настоящий номер от подделки визуально невозможно. А вот установлены и на дорогах аппаратные комплексы. После совершенных нарушений, пытаясь идентифицировать госзнак, в базе данных ГРС выдает заключение, что такого нет. Инспектор ГОБДД наткнуться на подделку может, как правило, только случайно. 2 декабря 2019 года сотрудниками специализированной роты ГОБДД Крыльевской республики была остановлена автомашина Toyota Camry за тонировку. При проверке документов выявилось то, что тут стоят подложенные госномера. Машина была поставлена на штрафную стоянку, выписан штраф по статье 129, часть 3, а также по статье 121, часть 4, подложенные госномера. Хозяин машины приедет со свидетельством о регистрации транспортного средства, плюс приведет свои госномера. Если номер окажется поддельным, его конфискуют и утилизируют. А если чужим, и он зарегистрирован в базе данных, автоинспекторы передают его сотрудникам ГРС, которые устанавливают истинного владельца и машину, на которую он был выдан. Подложные номера, как показывает практика, это те, что снимают с автомобилей, что пришли в негодность и больше не эксплуатируются. Многие их владельцы могут даже не догадываться, что числившийся на них госзнак используется посторонними. Бывает, что номера крадут, но это нарушение уже квалифицируется как кража чужого имущества. За него предполагается уже уголовная ответственность. Сегодня езда с подложными и поддельными номерами обходится автолюбителю в 10 тысяч сомов. В ГОБДД считают это наказание слишком мягким. Бывают случаи, когда один и тот же номер фиксируется камерами фото и видеонаблюдения на разных автомобилях. И, как отмечают инспекторы, чаще всего с подложными номерами попадаются дорогие машины представительского класса. Когда мы проанализировали несколько машин, по несколько раз совершают нарушения, при этом, когда мы задерживаем, уже 10 тысяч сомов штраф накладываем, а в целом количество совершенных нарушений и количество денег, которые должны были поступить в бюджет именно из-за этих штрафов, оно намного больше. Для того, чтобы совершенные правонарушения, оно соответствовало тем вызысканиям, мы предложили, за использование поддельных или подложных госномеров будет применяться штраф в размере от 20 до 30 тысяч сомов, а за изготовление уже ответственность будет от 30 до 60 тысяч сомов. А это чьи номера? Европейские, Литва, Польша, Германия. А местных нет? Нет, посадить за это могут. На рынке автозапчастей в открытой продаже удалось найти только европейские номера, по тысяче сомов за комплект. По словам других торговцев, продают здесь и кыргызстанские номера. Купить их можно будет только через очень хороших знакомых, и стоить они будут уже 10 тысяч сомов. Впрочем, даже такая цена, видимо, оправдывает вложенные средства. Если учесть, что подложный госзнак позволит им избежать оплаты за нарушения, совершенные не единожды, при штрафе в среднем от 1000 до 3000 сомов. Сколько бюджет потерял из-за таких мошеннических действий водителей, посчитать сложно. Не говоря уже о том, что ненастоящие номера заметают следы тяжких преступлений. В Джугурку кенеша инициатива автоинспекторов поддержали пока только в первом чтении. К сведению, аппаратные комплексы безопасного города, которые, напомним, изготовлены в России, распознают российские номерные знаки, имеющиеся в базе данных Российской Федерации. В планах совместно с пограничной службой создать реестр всех автомобилей, въезжающих в Кыргызстан и за рубежа, с внесением данных о водителях. Если они не являются гражданами республики, при невыплаченных штрафах их просто не выпустят за пределы страны. Бот Исаев Сардар Ашербаев, НТС. Чтобы дать городу глоток чистого воздуха, активисты призвали горожан провести день без машины. Уровень загрязнения атмосферы в столице последние дни бьет рекорды. О том, что проблема выходит из-под контроля, признали не только независимые эксперты, но и чиновники. Акцию призывают провести завтра. Многие уже поддержали эту идею и готовы оставить своего железного коня дома. Так как, согласно официальным данным, автомобили один из ключевых факторов создания смога в столице. Отметим показатели содержания вредных частиц. Последние недели зашкаливали. Так, среднесуточный уровень загрязнения не должен превышать 35 микрограмм на кубический метр, согласно общепринятой системе замеров PM2.5. Даже утренние замеры показали, что, к примеру, в районе Ожского рынка вредных веществ содержалось в два раза больше положенного. Похвалил за оптимизм и пообещал, что государство будет стараться помогать больше. Соренбай Джейнбеков обратился к иргызстанцам с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день ЛОВЗ. По его словам, наши соотечественники, несмотря на трудности, стремятся интегрироваться в общество, быть ему полезным и не унывать. Помимо этого, он выразил глубокую благодарность родителям и работникам социальных учреждений, которые окружают заботой детей с ограниченными возможностями здоровья, обучают и неустанно трудятся на создании благоприятных условий для их духовного развития. Забота и помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья всегда будет одним из приоритетных направлений государственной политики. Нам нельзя забывать о том, что забота и всесторонняя помощь нуждающимся – общая задача как государственных органов, так и всего нашего общества. Желаю здоровья, крепкой воли, благополучной жизни соотечественникам, которые мужественно преодолевая трудности жизни, с оптимизмом смотрят на свое будущее, полноценно живут и трудятся. Ограниченные во всем сетуют эти кыргызстанцы такие же полноправные граждане, как и остальная часть населения. Кроме того, что многих возможностей их лишили проблемы со здоровьем, так еще и город, страна совершенно недоступны при их образе жизни – не видеть, не слышать, не ходить. Люди с такими сложностями все равно борются за свое будущее и сохраняют надежду. Своими историями сегодня поделились гости специального мероприятия, которое прошло в столице и собрало не только людей с инвалидностью, но и представителей общественных организаций и чиновников, курирующих социальную сферу. Последним ничего не оставалось делать, как признать, что со стороны государства для этой категории граждан сделано не просто мало, а практически ничего. Аскар – потомственный военный, родился в Джололобадской области в семье офицера. Как это обычно бывает в семьях военнослужащих, все свое детство Аскар вместе с родителями переезжал из города в город. Отца переводили из одной воинской части в другую, а когда молодому человеку исполнилось 18, он без раздумий решил продолжить династию и отправился в ряды отечественной армии. Активной и насыщенной была жизнь Аскара до 2016 года. Все изменил нелепый случай. Три года назад Аскар вместе с друзьями отправился на Иссыкуль. Ребята отдыхали, веселились. Молодой человек решил прыгнуть в озеро, но неудачно вошел в воду. Повредил несколько шейных позвонков. В результате травмы парня парализовало. Некогда активный парень вот уже три года – заложник инвалидного кресла и собственного дома. Надежда всегда есть, она всегда остается со мной. Надо заниматься, надо ездить на реабилитации. Так как у нас в Кыргызстане нет реабилитационных центров, этого невозможно, да? Можно там банальное обследование пройти, анализы крови сдать, а так реабилитации у нас нету в Кыргызстане. Что сказать? Сегодня в городе условия очень плохие для людей ограниченными возможностями. Очень трудно убираться. Да, если хочешь выбраться, некуда пойти, получается. Везде препятствия, везде сейчас сложно. Такие мероприятия практически для всех людей с ограниченными возможностями здоровья – редкая возможность куда-то выбраться. И без помощи посторонних здесь не обойтись. Аскар, например, пришел сюда с мамой, а Роза Бегалиева – с подругой и коллегой. Обе женщины не так давно открыли собственный салон красоты. Также, как и Аскар, Роза передвигается в инвалидном кресле. И так уже почти 20 лет. Сегодня я работаю в индустрии красоты. Помогаю девушкам стать красивее. Умею делать макияж, маникюр, укладки. Ходить я перестала 19 лет назад. Меня сбила машина. Тогда очень сильно помогла мама. Научила меня шить и вязать. Я около 15 лет занималась рукоделием. Потом начали болеть руки. Начала учиться макияжу. Главное – не сидеть сложая руки. Не думать о том, что у тебя болит. И тогда можно многого добиться. Сегодняшнее мероприятие гораздо больше, чем очередной торжественный концерт. Здесь собрались десятки разных представителей общества с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них, несмотря на свои особенности, достигли успеха в различных сферах. Могут послужить примером даже для остальных вполне здоровых людей. Каждый год в преддверии праздника мы стараемся организовать что-то необычное, что-то не похожее на предыдущие праздники. В этом году мы хотим познакомить собравшихся с историями успеха людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, мы вручили подарки всем ребятам, которые сегодня пришли. Но за праздниками следуют обычные будни, в которых людям с ограниченными возможностями все так же предстоит столкнуться с ежедневными бытовыми трудностями. Отсутствием условий для комфортного передвижения, реабилитационных центров и прочего необходимого минимума, который нужен ЛОВС для того, чтобы не чувствовать себя отрезанными от остального общества. Этот год особенный, я думаю. Мы наконец-то ратифицировали конвенцию о правах инвалидов. Теперь на нас лежат международные обязательства, как сделать нашу страну доступной для каждого ее гражданина. Был показан короткий фильм, из которого стало видно, что наша страна абсолютно недоступна и некомфортна для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нам заново надо всю эту работу делать. Эти же пандусы, эти же указатели, общественный транспорт. То есть мы должны ее полностью заново делать, подводя ее к тем стандартам, которые необходимы. По официальным данным, в стране 187 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 31 тысяча – дети. Их родители с недавних пор получают специальную зарплату. Сабина Дамаскина, Турган Ниязов, НТС. Сегодня в Бишкеке состоялась презентация книги с интервью лидера политической партии Атамикен Умрубека Тикибаева. Книга включает в себя с десяток бесед журналистов различных изданий с автором Конституции. Сделаны они в период, когда Умрубек Тикибаев находился под арестом по обвинению в коррупции. Напомним, экс-депутаты задержали в феврале 2017 года. Его и бывшего главу МЧС Дышинкула Чутонова судили на 8 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в 1 миллион долларов за содействие в продаже Мегакома российским гражданам. В этом году дело отправили на пересмотр и обоих отпустили под домашний арест. По словам Тикибаева, презентованный сборник – взгляд на исторически значимые для страны события и перспективы ее будущего развития. Мы уже поняли, что к парламентской форме правления перейти непросто. Для этого нужно определенное переходное время, в течение которого нужно подготовить политическую и законодательную базу для такого перехода. Парламент должен быть сильным и самостоятельным органом. Также и премьер-министр и другие лидеры должны брать на себя ответственность за политическую ситуацию. К сожалению, наш парламент возложенную на него миссию выполнить не сумел. Феминалья продолжится, но без провокационных экспонатов. Шесть экспонатов, как сегодня заявил министр культуры, информации и туризма Азамат Джаманкулов, убраны в связи со скандалом и с учетом местного менталитета. Он отметил, что общество этот перформанс разделил на два лагеря. В данное время работает спецкомиссия. Убраны в том числе груши для битья, тазы с потрохами животных, фото откровенного характера. На месте этих экспонатов установлены таблички со словами «цензура». Между тем, коллектив музея просит вернуть директора Миру Джангарачеву. Ну а сама же экспозиция будет открыта для посетителей до 15 декабря. Вот так сегодня выносили запрещенные инсталляции из музея ИЗО. Эта боксерская груша теперь будет стоять в частном музее, рассказали организаторы. Хотя они до сих пор и не поняли, почему чиновникам экспонат не понравился. Ведь идея заключается в том, чтобы напомнить о домашнем насилии, от которого страдает множество женщин по всей стране. Мы решили их не просто спрятать в кладовку, а вывесить в другом месте. Эта работа, которую выносили, это груша для битья. Это о домашнем насилии художница, которая ее привезла. Это художница из Алматы. Она тоже знакома со всем этим контекстом, что в Казахстане, Казахстан это очень близкий стран, у нас похожие проблемы. И она говорит, что женщина часто воспринимается как груша для битья. И поэтому она эту работу сделала. Она на самом деле выглядит достаточно безобидно. Кстати, на выставке представлены пока еще не все заявленные экспонаты. Организаторы попросили своих знакомых, находящихся сейчас за рубежом, захватить с собой некоторые арт-объекты. Так что вскоре зал и музей пополнятся некоторыми тематическими инсталляциями. Но пройдут ли они цензуру, остается вопросом для организаторов. Сами экспонаты они не отбирали и не будут. Вердикт чиновников был таков. Шесть инсталляций носят весьма провокационный характер, поэтому приказали их убрать. Организаторы выставки назвали подобные действия чиновников цензурой. Поэтому там, где раньше были запрещенные инсталляции, висят вот такие белые лески с соответствующей надписью. Но именно те, кто принимал решение убрать инсталляцию, до сих пор неизвестны. Кроме того, министр добавил, что сделано это было не под напором представителей небезызвестных групп, которые пришли накануне утром ведомства. Перед прессой Азамат Джаманкулов решил выступить в самом музее ИЗО. Слушали министрам многочисленные корреспонденты различных изданий и сотрудники музея. Последний, кстати, требует вернуть им прежнее начальство, Миру Джангарачеву. Она, напомним, уволилась накануне. В своем заявлении по собственному она объяснила причину. Расценила случившуюся реакцию как ретроградство, правда, выразилась несколько категоричней. Объяснила, что в связи с агрессивным поведением определенных сил, боится за безопасность сотрудников и организаторов выставки. Сегодня министр пообещал ей обеспечить охрану, если это понадобится. А заодно попросил граждан прекратить споры, так как дискуссии разразились настолько, что общество стало откровенно делиться на два лагеря. Разные страны, и в этих разных странах существуют разные стандарты. И зачем в Кыргызстане через женское тело подавать ту проблему, которая, ну, это чистой воды провокация была. Выставка будет продолжаться. У выставки есть своя хорошая цель, своя хорошая тема, которую необходимо и нужно обсуждать. Я призываю всех прийти и посмотреть те работы, которые здесь были выставлены, вне тех работ, которые вызвали на следующий день провокацию. Почему чиновникам, изучавшим экспонаты, не понравилась боксерская груша, министр культуры объяснить не смог. Груша была же не обнаженным телом. Почему ее убрали? Есть экспонаты, которые вызывают определенную эмоцию у граждан. Вы поймите, вы 5-6 человек, вы же не вся страна. Понятно. Понятно. Есть 80-90% всего населения возмущается по этим экспонатам. Выставка продолжится до 15 декабря. В ней принимают участие более 50 арт-мастеров из 22 стран мира. Анастасия Соболева, Дженарбек Дукдурбекулу, НТС. Это была последняя информация. Выпуски журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием в нашей стране. Оставайтесь на канале НТС. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!